Новороссия ТВ СК РФ возбудил два уголовных дела по факту обстрелов гражданских объектов в Донбассе. При Амурине главный путь Транссибирской магистрали обрушился мост. Сегодня сороковой день со дня трагической гибели главы ДНР Александра Захарченко. 31 августа 2018 года взрыв в центре Донецка унес жизнь человека, внесшего неоценимый вклад в становление и развитие нашего государства. Вся команда телеканала Новороссия ТВ вместе с родными и близкими Александра Владимировича, а также жителями республики, скорбит о невосполнимой утрате. Светлая ему память. Кооперативная информация о ситуации в ДНР. За прошедшие сутки было зафиксировано 28 нарушений режима приключения огня со стороны украинских боевиков. При этом обстрелам подвергались 12 населенных пунктов нашей республики. На Горловском направлении с позиции 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригады ВСУ под командованием военных преступников Татуся и Дропатова подверглись обстрелам из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов районы населенных пунктов Зайцево и Доломитное. На Донецком направлении боевики 92-й и 28-й механизированных бригад ВСУ под командованием военных преступников Кокарева и Марченко, а также 56-й мотопехотной бригады под командованием преступника Иванова применяли вооружение БМП, гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы по районам населенных пунктов Крутая Балка, Яковлевка, Ясиноватая, Спартак, Александровка, Петровский район и район аэропорта города Донецка. В результате обстрела Петровского района со стороны ВСУ повреждения получили два жилых дома и легковой автомобиль на улице Горького, дом в переулке Выборгский и школа номер 116 по улице Самарская. На Мариупольском направлении военные преступники 36-й бригады морской пехоты ВСУ по приказу военного преступника Гнатова выпустили по районам населенных пунктов Коминтерного, Ленинска и Саханка 18 мин калибра 82 и 120 мм, а также применяли различные типы гранатометов и крупнокалиберные пулеметы. В ходе обстрела населенного пункта Коминтерного разрушен один жилой дом по улице Ахматовой и еще два получили повреждения. Также сводку об обстановке на линии соприкосновения предоставила пресс-служба Народной милиции ЛНР. За прошедшие сутки противник 8 раз нарушил режим прекращения огня. По приказу командира 14-й бригады военного преступника Войченко обстрелом из вооружения БМП и гранатометов подверглись окрестностей населенных пунктов Калинова и Калинова-Борщеватая. По его же указаниям подвергся обстрелу из 120-мм миномета населенный пункт Донецкий, где в результате прямого попадания был полностью уничтожен частный жилой дом по улице Криничная. По счастливой случайности жертв среди мирного населения удалось избежать. Населенные пункты Желобок и Пришиб украинские силовики обстреливали из 82-х миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Приказы на открытие огня отдавал командир 53-й бригады военный преступник Грузевич. По приказу еще одного военного преступника, командира 72-й бригады Татуся, огневому воздействию из 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия подвергся район населенного пункта Калиновка. Всего по территории республики было выпущено более 140 различных боеприпасов. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту обстрелов гражданских объектов в Донбассе, в результате которых пострадали мирные жители. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В связи с событиями на юго-востоке Украины Следственным комитетом России возбуждено еще два уголовных дела по фактам жестокого обращения с гражданским населением, а также применения запрещенных средств и методов ведения войны. По версии следствия, 30 сентября ВСУ произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства объектов, не являющихся военными целями, в селе Старомихайловка Маринского района Донецкой Народной Республики. В результате ранения получила несовершеннолетняя местная жительница. Также 6 октября украинские военные произвели обстрел в поселке Шахты Трудовская Петровского района города Донецка, в результате чего пострадал 55-летний мирный житель. Как полагает следствие, указанные лица действовали в нарушение протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола 2 к ней. Следственный комитет принимает исчерпывающие меры, направленные на установление всех обстоятельств указанных преступлений, должностных лиц, отдававших и исполнивших незаконные приказы о проведении обстрелов гражданских объектов. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия якобы намерена активно вмешиваться в избирательную кампанию в стране. Мы уже сейчас видим, и с точки зрения наших специальных органов, и с точки зрения наших партнеров, что Россия собирается активно вмешиваться в избирательную кампанию через системы дезинформации, и через системы фальсификации избирательного процесса, и через системы хакерских кибератак для того, чтобы сорвать выборы. При этом Порошенко утверждает, что якобы вероятна попытка подкупа избирателей деньгами, которые идут с востока с России. Отметим, что Москва неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными. Около трех часов ночи на военном складе под Черниговом прогремел взрыв. Инцидент произошел на шестом арсенале склада в районе населенного пункта Ичня. Арсенал занимает около 682 гектар. Там хранятся порядка 130-150 тысяч тонн боеприпасов от патронов к стрелковому оружию до ракет. Украинские СМИ называют этот военный склад одним из самых крупных в стране. Сообщается, что к утру интенсивность взрывов на арсенале составляет 2-3 раза в секунду. В тушении задействованы пожарные танки. В радиусе 20 километров от места взрывов остановили движение поездов и автомобилей. Также закрыто воздушное пространство. Кроме того, по всей территории области вдоль границы с Россией введены ограничительные меры. Как отметили в Киеве, пострадавших нет. Эвакуировано около 10 тысяч человек. Позднее президент Украины Петр Порошенко вызвал силовиков для доклада в связи с произошедшим. Возбуждено уголовное дело по статье «Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы». В СБУ не исключили, что причиной пожара могла стать диверсия. Между тем, министр инфраструктуры Украины Владимир Амелиан уже поспешил обвинить в произошедшем Россию. Что общего между войной в Приднестровье, Грузии, оккупацией Крыма и войной на востоке Украины, уничтожением Сирии, убийствами в Лондоне, Киеве, Солсбери, хакерскими атаками в Нидерландах, Украине, вмешательствах в выборах по всему миру. Как и взрывами на украинских складах. Ответ один. Россия, Москва, Кремль. Написал Амелиан на своей странице в Фейсбук. Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что пожар на арсенале в Черниговской области мог быть организован с целью не допустить предоставления Украине автокефалии. Но не смог объяснить, как взрывы на военном складе могли бы этому помешать. Хотелось бы думать, что возможная диверсия на военных складах на Черниговщине и начало рассмотрения Святым Синодом в Стамбуле вопроса о предоставлении автокефалии для украинской церкви совпали случайно. Однако всем понятно, что Кремль готов на все, чтобы не допустить Томоса. Отметим, что президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви в стране. Так ранее Константинопольский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриархат Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В ОПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство. Русская Православная Церковь, в свою очередь, пошла на фактический разрыв дипломатических отношений с Константинопольским патриархатом. Украина решением продлить действие закона об особом статусе Донбасса показала нежелание власти страны услышать восставший регион. Об этом пишет немецкая газета «Юнгевельт». Издание подчеркивает, что особый статус для Донецкой и Луганской народных республик не более, чем фикция. Предполагается, что он должен быть установлен после региональных выборов по законодательству Украины, однако в реальности это станет концом для обеих республик. Как считает газета, проблема заключается в том, что закон формально опирается на Минские соглашения, которые требуют отвода вооружений, амнистии и других поблажек для жителей двух регионов со стороны власти Украины, но Киев об этом слышать не хочет. И в этом его активно поддерживают США. Если бы закон не продлили, Украина автоматически стала бы той стороной, которая подрывает Минский процесс. Однако этого, как отмечает издание, не хотят западные партнеры незалежной и особенно США. Им выгодно, чтобы ситуация оставалась в подвешенном состоянии, чтобы на границе с Россией оставалась рана, которую можно в любой момент скрыть, пишет газета. При всем этом США продолжают поощрять возрождение национализма, в частности, позволяя принять фашистские приветствия в армии, отмечается в статье. Генеральный секретарь УБСЕ Томас Гремингер заявил, что минский формат переговоров является чрезвычайно важным и будет оставаться таковым. Возможности данного формата по достижению конкретных результатов зависят во многом от политической воли сторон. Политическая готовность к выполнению положений минских соглашений в сфере безопасности в части политических аспектов не кажется достаточно высокой. Я верю, что это чрезвычайно важный формат и останется им, обеспечивая платформу для диалога подписантов минских соглашений. Генсек УБСЕ также отметил важность вклада Беларуси в переговорный процесс и поблагодарил руководство республики за содействие. В России в Преамурье на главный путь Транссибирской магистрали обрушился мост. Об этом сообщили в правительстве региона. Инцидент произошел во вторник утром в Свободном, третьем по величине городе Амурской области. В момент обрушения по мосту ехал грузовой автомобиль. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, его масса составляла более 44 тонн, что превышает дозволенную по закону. Водитель грузовика госпитализирован. Сейчас на месте происшествия работают психологи, спасатели, сотрудники полиции, врачи. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. После обрушения Следственный комитет России начал доследственную проверку. Также свое расследование проводит Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Тем временем, в железнодорожной компании «Новатранс» сообщили, что опоры путепровода могли не выдержать сильнейших колебаний от только что прошедшего тяжеловесного состава. Мост обрушился через несколько секунд после этого и упал на стоящие на соседних путях вагоны компании. Делегация Эстонии в парламентской ассамблее Совета Европы выступила категорически против восстановления прав России в организации. Об этом сообщает спутник «Эстония» со ссылкой на канцелярию эстонского парламента. Сейчас в Страсбурге проходит общее заседание ПАСЭ, в ходе которого планируется рассмотреть в частности изменения правил оспаривания полномочий национальных делегаций, в том числе права голоса. Этот вопрос напрямую касается делегации России, лишенной права голоса и участия в заседаниях ПАСЭ. По словам члена эстонской делегации Андреса Херкеля, в ассамблее, цитата, «с помощью манипулирования правилами и процедурами», конец цитаты, «предпринимается попытка облегчить возвращение российских представителей». Он выразил надежду, что большинство участников заседания сочтут такие действия неприемлемыми и заявил, что Эстония определенно проголосует против этого. Напомним, Россию лишили права голоса в ПАСЭ в апреле 2014 года после воссоединения с Крымом. В этой связи в 2017 году Москва объявила, что приостанавливает выплату взноса в бюджет Совета Европы, а также отказалась посылать заявку на восстановление полномочий в организации, так как считает нецелесообразной работу в подобных условиях. Послу Нидерландов России Рене Джонс Босс в МИД РФ вручили ноту в связи с обвинениями Москвы в кибератаках. В ответ на полученную 4 октября ноту МИД Нидерландов Рене Джонс Босс была вручена ответная российская нота. В ней подчеркивается, что российская сторона расценивает инцидент с задержанием и выдворением российских граждан как провокацию в связи с линией Российской Федерации в ОЗХО, направленной против политизации деятельности этой авторитетной международной структуры и придания ей атрибутивных функций в нарушение КЗХО и устава ООН, сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Напомним, ранее Минобороны Нидерландов заявила, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо граждан России. МИД РФ назвал обвинение очередной срежиссированной пропагандистской акцией и заявил, что развязанная антироссийская кампания шпиономании наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Работа мобильного оператора Vodafone на территории ДНР нарушена в результате повреждения коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства связи ДНР. Там отметили, что предположительная причина повреждения – обрыв волокона оптической линии связи. Место повреждения определяется. 11 октября поступит в продажу очередной 213-й выпуск газеты «Новороссия» в этом номере. Статья о проблемных вопросах в ДНР и методах их решения, а также о защитниках Ленинграда слепых слухачах. Актуальные новости и статьи, афиша праздничных мероприятий, объявления, прогноз погоды, телепрограмма на неделю – все это вы найдете в самой популярной газете Новороссии. Это были все важные события на сегодня. Более подробную информацию вы можете найти на наших интернет-ресурсах, официальном сайте и YouTube-канале Новороссии ТВ. Рекомендуем также подписаться на информационный канал ДНР «Лив Телеграм», благодаря которому вы будете получать ежедневную и оперативную информацию. В студии для вас работала Анастасия Ковалева. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова